В ядерной системах мы имеем дело с волновыми функциями, которые разделены в предприятиях и угловые переменные. И тогда с такими глядцами, в другой момент, это тоже разделение в ресурсы, удобно, как удобно. Вот что в этом моменте. Мы, собственно, на основные этики света у нас есть. Поехали дальше. Теперь более подробно. Магнитные сверхтонки взаимодействия. Магнитные сверхтонки взаимодействия. Что такое можно обозвать? Магнитные сверхтонки взаимодействия. Итак, под магнитными сверхтонки взаимодействия мы понимаем взаимодействие магнитного момента ядра. Взаимодействие магнитного момента ядра с полем магнитным, создаваемым электронами. Он может это добавить в собственного атома, в электронами собственного атома. Вот в связи с этим определением сверхтонковых взаимодействий я бы еще хотел бы что-то сказать о физике, вообще говоря, этих магнитных сверхтонковых взаимодействий. Делаем о чем. Значит, итак, дроби и магнитные моменты. Электроды, находящиеся в орбитальном состоянии, может тоже иметь магнитные орбитальные, спину электрода, она отлично, значит, спиной магнитный момент будет. Ясно, что эти магнитные моменты будут создавать, электродные магнитные моменты, будут создавать поле на ядре. Магнитные моменты ядра, суки, поле на ядре взаимодействие. Собственно, это взаимодействие мы называем магнитными сверхтонками. То есть, а тут много. Здесь я как бы не я говорю об электронах того же самого атома, которому выключил электрон. Вот в этом случае говорят о собственной сверхтонке взаимодействия. Собственной сверхтонке взаимодействия. И тогда я снова собственно убираю. И потом, когда я говорю о том, что это все имеет в виду собственность и о том, что это все имеет в виду, то есть взаимодействие магнитных моментов ядра со своими же электронами. С магнитных моментами своих же электронов. Но есть же электроны и магнитные моменты электронов на соседних атомах, так вот. Здесь терминология немножко меняется. Есть еще два термина, очень важный для физиков, химиков, биографий. То есть для естественников. Это так называемые наведенные сверхтонки взаимодействия по-английски. Transferred. Hyperfine tracus. Transferred. Наведенные по-русски. Наведенные сверхтонки взаимодействия по-английски. Transferred. Вот. Я не могу пока стирать, ничего нет. Не хочу. Ну, то есть перенесенные, как бы, да, по-английски. Transferred. Hyperfine tracus. А, о чем идет речь? Магнитных моментов на электронов на хлое нет. А вот на соседних есть. Так вот эти соседние электроны, электроны соседнего атома, конечно, вступают взаимодействие с синдром Камура. И в результате, почему он приводит к тому, что они наводят поле. Это поле, это бывает, доведен или трансфер поле на ядре. То есть это фактически поле, которое поле на ядре, которое формируется из соседнего атома. В результате ситуация еще хуже бывает, да? Вот представим себе другую эзитуацию. Ну, а возьмем тоже три в тарифе. Первого в тарифе. Первого в тарифе. Ну и там, смотрите, может быть ситуация такая, вот у вас есть железо, на железе есть ядро. Я скажу, видите, это семя. Так, рядом фтор сидит, фтор минус такой, да? Не магнитный ядро. Но у этого фтора рядом еще есть ядро, не этого железо, а железо фермы 3 плюс. Вот на железо фермы 3 плюс, спин 5 в тарифе. Могнитный момент, большой, большинственный момент, 5 квадратов в тарифе. Углы, да, почти 5 квадратов в тарифе. Так вот эти электроды на ядре тоже железо, да? Поле, причем интересно, да, поле от своих электродов, там же тоже фермы 3 плюс, от своих электродов есть поле. Собственное светодонкое поле. Такое поле сейчас называют лакальные поле. Ну и появляется еще поле, вот, вторые соседи, вторые соседи. В ближайшем соседи имеют электронные магниты в тарифе, а вот даже эти магниты. Вот такое поле и такое взаимодействие светодонки, то есть взаимодействие фактически, магнитные моменты ядра с магнитными моментами вторых соседей. Вторых соседей. С электронными магнитными моментами вторых соседей. Так, английский вариант. Супер-распер. То есть супер-перенесенный. Супер-супер-трансфер. По-русски по-другому. КОСВЕННЫЕ СВЕРТОВКИЕ ВЗАЯМОДЕЙСТВИЯ. 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 то есть русский аналог, английский супер-классов. Согласие к СТВ, в смысле связанной, можно следить в отношении к косвенной сотрудникам взаимодействия. То есть речь идет о наведении локального поля взаимодействия второго соседа. Ну, эта косвенная сотрудник взаимодействия не обязательно может быть связана со взаимодействием ядра, у которого собственные магниты электронные есть. Не обязательно. Но я могу привести пример. Например, берете соединение такое. Очень популярное ядра, безбавловские. Честно говоря, если бы меня спросили, мы два русских ядра делали, я, пожалуй, два, как я называл. Это железо, 57-й железо. Еще есть оловок армистратный, оловок очень популярный. Стадный, 119-й стадный, изоборот такой, очень популярный. Ну, вот обычно, не руководится железо, то есть в виде, ну, в жаченых, понятно, ржаченых, коричневых. Ну, это явно коричневый, если я его чисто из-за старого. А вот в стадному-2, в кулярный он писал, вот такой пьяный порошок. Но дело в том, что в стадному-2 можно ввести, вообще говоря, он железный, например, да? То есть тогда вот что получилось? Стадный он не магнитный. Кислород не магнитный. Но в стадном ведро хорошее такое, безбавловское. Поэтому берут в стадному-2, вводят магнитные примеси, может быть, в частности, и железо. Вот. И смотрят такой суммарноценный, косвенный цветок, как взаимодействие, магнитный или провод железа через кислород на ядро стадного, на ядро хорошее. Вот такие сложные взаимодействия. Я тоже и свои взаимодействия, которые я привожу, как ясно и свечаю, вчера я ловлю. Мы долгие годы занимались безбавром в таких системах, как казалось. А вот так больше ядер в мюзбавровских, честно говоря, есть, они, конечно, есть, но не популярны. Это очень важно. Потому что понятно, что вот эти высокие требования по многим параметрам нужны. Распространенность изотопа, прежде всего, да. Второе, это магнитные моменты, чтобы были. Состояние, причем, в мюзбавровую, в основном, нуждем, чтобы, кроме того, чтобы энергия перехода, то есть энергия мюзбавровая, чтобы перехода, она должна быть приличной, вполне, да. А что это значение? То есть она должна не просто там приличной, если там числа 100 км, нет. Просто должно быть еще ядро, излучатель, а это ведь не так просто подобрать, чтобы у вас был излучатель и погладитель с примерно одинаковыми энергиями. Значит, нужно радиоактивный, с одной стороны, иметь ядро, да, а с другой стороны, обученный. То есть подобрать это экзотики, так далее. Поэтому, если в таблице Венделеева вы посмотрите на ядок, очень часто вот ямарчики всякие, как ямарчики и так далее, они тут таблицу Венделеева разрисовывают в цвете, например, выделяют, тоже пример из картинки, но это из интернета, картинка такая. Все ямарные яда, скажем, голубенькие, ля-ля-ля-ля-ля-ля, все пудрубольные яды, то есть у которых пудрубольный метр отлично, прям желтенькие, вот. Ну а если рисовать еще месбаруские яды, то там по полю таблицей бегаешь-бегаешь, и ничего нет, кроме железа, и старшим, фактически. Итак, вот с терминологией тоже разобрались. Ну и теперь к магнитным и тонким взаимодействиям перейдем. Давайте вот снова начнем. Взаимодействие магнитного момента электроны и магнитного момента ядра нас интересует. Интересно, что это взаимодействие можно рассматривать по-разному. Смотрите, можно рассматривать взаимодействие магнитного момента ядра с полем, который формируется электронами, с магнитным полем, который формируется электронами, но можно наоборот рассматривать. рассматривать взаимодействие магнитного метроэлектронов с полем магнитного ядра вот это второй вариант для этого что нужно сделать нужно найти поле которое формируется магнитный момент вот магнитный момент ядра можно представлять как точные магниты и поля ну а даже обычный электродинамик в электродинамике я точно не уверен но я думаю что должны были более точного магнитного и поля так же как магнитное поле электрическое поле точного электрического и поля так давайте скажем так восстановим соответствующие формулы из электродинамики итак начну я с поля точного магнитного поля и так в центре то есть в начале в центре находится магнитный дипольный момент ну магнитный момент я бы сказал так часто называют магнитный дипольный момент но на самом деле это магнитный дипольный момент и кстати мы здесь все время говорим о квадропольных там по мультипольных моментов имеется ввиду электрический но и для магнитных значит вот для распределения магнитных моментов не совсем правильно и для магнитного заряда и для магнитного ну короче говоря электрический мультипольный момент соответствует магнитный мультипольный момент за исключением заряда ну разговор про монополь магнитный да разговор и старый разговор так проблема до сих пор остается существование монополия но дипольный магнитный момент мы говорим магнитный момент и все вот в принципе можно и внести другое дело что практически в атомной физике мы с такого типа величинами не сталкиваемся это экзотика хотя например в ядр меньше это уже экзотика и в общем случае если в целом смотреть по фундаментальной физике в принципе такие величины рассматриваются с чем они связаны ну ясно что с магнитным моментом связано распределение токов токов поэтому когда я говорю о мультипольных магнитных моментов может быть так что это некоторые величины которые характеризуют пространство распределение токов вот так ну вместо заряда такое такое случение итак точные магниты не только в начале кардиналов давайте я напишу просто стандартную формулу для векторного потенциала векторного потенциала поля создавая его точные магнитные диполи это стандартная формула итак векторный потенциал а он равняется повторяю у меня ядро то есть магнитный момент находится в начале кардинала векторный потенциал поля точного диполя r в губе дальше векторное потенциал магнитный момент ледра на m на r в губе вот векторный потенциал поля точного магнитного поля вот здесь звездочка она так в черной это не моя звездочка то есть он был вот так вот вот векторный потенциал фактически мы с вами будем рассматривать движение электрона электрона обладающего магнитным орбитальным и спинным вот это поле ну тогда давайте сразу я к электрону перейду чтобы четко понимать от чего там надо поэтому я рядышком запишу сейчас оператор гагнитона для электрона в магнитном поле вот немножко к электрону отвергусь итак записываю оператор гагнитона для электрона в магнитном поле оператор гагнитона h значит я говорю что так оператор гагнитона я вот такими аж пишу да поле так ну естественно там есть стрелочки и еще пустошечки дело в том что видите тоже проблема одна и та же рука используется причем без исключения оператор гагнитона h не всегда магнитное более ну дэй аж и так как это выглядит и так векторный потенциал мне считается как бы известным если я знаю ветров потенциал я пойду магнитное поле кстати давайте увеличим сразу магнитное поле аж это и так я пишу кинетическая энергия кинетическая энергия это б но для электрона в магнитном поле то поле у меня как будет выглядеть кинетическая энергия электрон в поле магнитного дальше могу написать ну плюс ВОД она не сильно будет интересовать в поле это электрическое компонент в поле ну например электрон взаимодействие электрона с электром которые сильными являются в поле в поле минус 2 квадрат м а вот теперь еще что записать а дело что вспомнить что электрон еще есть и можно записать взаимодействие спин электрона с полем в данном случае полем с полем аж как это записывается слагаем минус спиновый магнитный момент мю с на напряженность магнитного поля вот этот гамильданян мю без спиновый магнитный момент H напряженность поля поля так вектор потенциал одного и того же поля вот этот гамильданян носит название гамильданяна Паули между прочим этот гамильданян был предложен в 27 году Паули я тем самым хочу подчеркнуть еще до открытия вернее не правильно после открытия спины до создания спиновой клантовой механики фактически до гердовской теории гердовской теории 20% вот вот это фактически фетоминологическое выражение для оператора Гамильдана спектрона в магнитном поле здесь есть составляющая связанная с этим вектором потенциала это орбитальная составляющая здесь а это спиновая составляющая по-разному выглядит в орбитальном вектор потенциал и подставить вектор потенциал готовый но сюда поле надо еще считать через вектор потенциал вот этим процедурой сейчас займемся в результате тот гаминтониан магнитный сверху взаимодействие но мы еще убьем ну по крайней мере одного из зайцев убьем причем хорошего договориться дело в том что нам придется видеть все производство это некий хороший пример я думаю что может не кто вам еще не рассказывать мы здесь будем производство считать от единицы деленное на производство мы увидим что это очень непростая производство с чем это связано то что единица наряда внули расходятся и поэтому производство и ценой особенно так будет производство там проблемы возникают большие вот мы постараемся аккуратно пойти итак поехали наше задача рассчитать поле магниты для этого начали я перепишу по-другому перепишу внимание здесь зависимость от расстояния типа единицы квадрат единицы квадрат зависимость от расстояния проще все получить как вы видите произвол вы получите как раз вверх записать ну короче я вначале лучше сделаю я перепишу через производ при этом чем воспользоваться легко видеть если вы считаете на посчитаем вот начались наши упражнения с этой математикой создательной производной функции которые зависят от координатов модуля R берется радиальные производные умножаются на единичный вектор в направлении R берем радиальные производные дефекционеры в минус 1 квадрат итак я беру радиальные производные минус 1 квадрат радиальные производные дпдр модуль и дальше просто умножить на единичный вектор это R и R модуль р век 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 делить на R вектор делить на R вектор делить на R и так я перешел вектор потенциал и на этом месте мне придется стереть перед что записали я не хочу ходить далеко вектор и так я получу для вектор потенциала я здесь продолжил что равняется минус будет минус так дальше я не не но если я буду поле считать вот я начинаю считать поле R 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 пересек R 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 Что здесь, как вот это все считается, ну, так и сложные, я бы не сказал, знаете, что, вот, правильно, есть векторно-интерзентный анализ, то, что мы сейчас занимаемся, это просто задача векторно-интерзентный анализ, вот, ну, правда, а девчонная, вот, сейчас мы увидим, девчонная одним, не мороженым обстоятельством, нам здесь придется брать вид, вторую теперь производную, это ДНР, вторая производная, потому что есть, вот, к нам, вот, ДПД, Х3, Х3, ДНР, вот еще, будет Д2, ну, если я расписать по кардинам, это будет Д2, ДХС, ДХЮ, вот, единственная, вот, ну, и кроме того, что еще здесь есть, а, вот, видите, тут тройное векторное произведение еще, тройное векторное произведение, ну, давайте мы сделаем так, первое, в первом начнем с тройное векторное произведение, есть формула такая, я знаю, векторное произведение, вы помните ее, да, бац-винутцап, есть такая формула, мы воспользуемся, в первом, типа, этой формулой бац-винутцап, я напомню, что эта формула так выглядит, а, векторная на б, векторная на с, С, вот такое векторное, тройное векторное произведение равняется В векторное скалярное произведение А на С минус ВАЦ минус С на скалярное произведение А на Х. Вот эти формулы. Воспользуемся для того, чтобы нам от тройного векторного произведения не избавиться. Это раз. Это вот мы назовем пункт 1. Дело в том, что я не буду очень попробовать делать это. Я просто скажу, что мы не используем такие соотношения. А тут второе, вот самое страшное. Что бы мы тут ни делали, все равно от второго произведения не умеют, никуда не уйдем. Давайте начнем со второго. Расчет. Второй производ. Вот. Единица на R. Ну, первую производу мы посчитали. Тут еще по такому же правилу можно как бы вторую посчитать. Вот. Ну, давайте посмотрим. Ну, там оказывается, не все так просто. Итак. Второй производ. Второй производ. Единица на R. Д. 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 будет определиться на минус, я напомню, минус R вектором делить на R, помню, но R вектором, значит, на х-юкьемый компонент надо взять, минус X-юкьемый компонент на R в кубе. Вот так, да, я смотрю, вот так, да. Первый производитель начал, ну, теперь второй мы посчитаем, давайте читаем его производную, еще раз, D под X, Y, ну, здесь у произведения два со множителя, считаем их в отдельности, что-то надо было не просто, ну, все-таки, да, считаем, я сам тренируюсь, так, ну, это недавно, что я это тоже читал. Так, начать его производную минус единица в кубе, что мы получим? А, например, к тому же правилу принялось, как производная, векторная, как бы производная, вот, и функция вещества как молния. Значит, минус уйдет, потому что там единица, наверное, в кубе, плюс будет тройка появляется, вот эта степень, тройка, вот, дальше будет X и D, и деленное на R в четвертой, да. Итак, первое слагаемое, я пишу, это будет 3, X и X и Y, нет, это четвертая R в пятый, кто-то же знает, X и X, Y, то здесь я так сделаю, R в пятый, потому что, вот, например, первое слагаемое, вот, производная единица даже в кубе, я начну производную, взять вот X, Y, ну, с этим коэффициентом, да, это будет минус производная X, Y, D, X, Y по D, X, Y, 3, Y, D, Y, и деленное в кубе, ну, у меня, видите, куда-то взгляд, я вытащил это здесь уже за скорость, что будет так смотреть, минус R квадрат, D, Y, вот, это ответ. Ну, мы обрадовались, посчитали, ну, как он неправильный. Ну, я бы не сказал, он не совсем неправильный, можно сказать, не помнит, но вот это все зависит уже от субъективного факта. Один преподаватель скажет, все, совершенно не труда, вообще ничего нет. Умерение, изображение, не знание. Второй скажет, правильный, вообще правильный стать, пятый он поставит. Третий скажет, да, не совсем, конечно, правильный, считает. Дело очень важно. Кстати, вы снимали вот эту комбинацию, да, то и видишь, 3, X, Y, минус R квадрат, D, Y. Где-то мы уже видели эту комбинацию. О, видите, например. Это типичная комбинация, соответственно, тензору, декартуру, тензору второго ранга. Вот это типичная комбинация, которая говорит, что речь идет о тензоре второго ранга. Кстати, о тензоре бишь уровень, да, тензор бишь уровень. В общем, вопрос возникает, как, а начальный тензор? А начальный тензор, а шкур был? То есть у нас шкур туда-то пропал вообще. Мы получили безшпоровый тензор. Когда стартовали, скажем, шпоровый тензор. Давайте посмотрим, что это за шпур у этого тензора. Д2 по ДХ на ДХ. То есть шпур смотрим. Вот это И равный Й. Потом сложить. Икс, икс, икс. Ладно. Будет так. Д2 по ДХ квадрат плюс Д2 по ДХ квадрат плюс Д2 по ДЗ квадрат. Это для степени перед оператором Ла Пласса. Оператор Ла Пласса в 1 НР. А мы его где-то потеряли в расчете. Вот ошибка. То есть на самом деле, мы здесь потеряли, словно, часть, которая соответствует ужасному произволу. – это был бы совсем ужасным если бы вы не были на ней, вы знаете, на нейнике, если что, в операторе класса от единицы д, или, да. – Минус 4p дельта Р. – О, 4p. Дельта функции. Ну, действительно, когда мы берем производную, это вы работаем в рамках первого, второго курса, даже первого курса, да. Мы на первом курсе производила дельта функции едок вообще поэтому если оставаться в рамках первого курса правильно посчитали ну если мы уже на третьем работаем что надо сделать надо предварительно это часть часть что надо сделать для того чтобы можно было считать как мы делали так нужно штурт его притащить из него вытаскиваешь пользу как шуточки просто представляем в виде двух с ногами одна часть безшкуровая а вторая часть так вот от первой бескуровой части я тот же самый результат оставлю а со шкурой с ногами я не посчитаю как это делается смотрим так я сейчас почти закончу так делается очень добавляю и вычитаю слагаем который бы мне давал а и а он п у 1 3 1 1 Вот обратите внимание, вы получили без шпуры тензернекий. Действительно, читаем шпуру отсюда и получаем дельта, то есть шпура вот этой части, это каратор лапласа, а здесь шпур, ну, три раза надо взять, вы видите дельта символ, три раза, вот тут одна треть как раз, тоже в целом мы получим шпур вот этой части, это каратор лапласа, дельта минус ноль. Ну, мы же вычили, нам нужно еще добавить плюс, ну, потому что вычили, плюс одна треть, а каратор лапласа дельта минус. Вот это надо будет делать. А вот когда я сделаю, что я делаю, вот эту штуку, первую я слагаю, без шпуры, да, я обзываю так, д2, дx и, дx и с тиндой. И работаю вот всяким оператором, вот видите, как работаю. Забываю про всякие здесь, про всякие неприятности. Почему? А с этими неприятностями я здесь точно не встречусь, потому что у меня какой-то еще спор. То есть вот эта слагаемость оператора в латваса, неприятная, здесь оно отсутствует в этом операторе как раз. И поэтому то, что мы посчитали, на самом деле соответствует только в латву вот от этого оператора, датвапа, дэйси и дэйси и дэйси. Таким образом, мы, используя 20 плюс, да, плюс вот это соотношение, вот запишу выражение до поля, ну а как же уже это лучше, и все делать в технике. Следующий раз. Так, ну что у нас в следующий раз? Торнексик, да, пепель? Торнексик, да, и пепель. А, давайте пепель не смогу. А, что, куда же еще это пепель? Нет, нет, я уже все, я уже обещал.